Лепка из глины, валяние из войлок, откачество вышивания, плетение из бисера, авторские куклы. Всего на один день зал спорткомплекса «Олимпийц» превратился в настоящую интерактивную выставку народных ремесел. Мастера на конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» во Владивосток приехали со всех, даже самых отдаленных уголков Приморья. «Грани творчества» стали настоящим шоу, где мастера в 12 номинациях за 6 часов в режиме реального времени собственноручно создавали свои уникальные авторские произведения. Главной темой конкурса стала «Приморская тайга». «Это мы впервые вручаем свидетельство о звании. Звание называется «Народный мастер Приморского края». Тоже в Приморье этого не было, то есть мы многое делаем впервые. Впервые мы сняли такой большой зал для того, чтобы все посмотрели. Впервые мы проводим конкурс». Наталья Терещенко валянием из войлока занимается уже 7 лет. Из простого на вид материала мастерица может сотворить тончайшие изделия – сумочки, броши, палантины. На конкурс Наталья предоставила панно с изображением леопарда и победила в своей номинации. «Ну с идеей, да, там иногда цвет понравился, может быть что-то. Если это сумка, может быть просто ручка понравилась, и вот к ней уже делаешь сумочку. А вообще-то сам процесс, он такой медитативный для меня. Это можно раскладывать часами, сидеть, что-то там такое создавать». Помимо самого конкурса в «Олимпийцы» в этот день работали локальные площадки для жителей и гостей Владивостока, а также ярмарка изделий, декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по бисерному рукоделию, гончарному делу, оригами, войлоковалянию, изготовлению игрушек из проволоки, народных кукол декупажу. Мастер-классы проходили и для взрослых, и, конечно, для детей. «А почему ты решил раскрашивать именно солдата?» «Ну, мне понравился он очень, потому что он красивый». Звание «Народный мастер Приморского края» получили в ходе конкурса 9 человек. Мастера краевого хендмейда всего за один день смогли порадовать своим искусством сотни жителей Владивостока. Поэтому каждый из них уверен, если конкурс пройдет еще раз, приедут обязательно. Светлана Садова, Игорь Болтов. Новости на восьмом.